Вода. У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Тобой наслаждаешься. Ты не просто нужна для жизни, ты и есть сама жизнь. Кажется, так говорил еще Экзюпери. И сегодня про то, что вода нужна, говорится очень много. Однако не всегда мы задумываемся о том, какую мы воду пьем. Как бы нас не убеждали официальные лица о том, что водопроводная вода соответствует требованиям безопасности, я думаю, что мало кто из нас рискнет ее пить без предварительного кипячения. Но это и понятно, потому что даже если вода поступала бы в трубы абсолютно чистая, мы знаем о том, как выглядят эти трубы. И сегодня в водопроводной воде всегда есть и хлоры, и железо, и микроорганизмы, и пестициды, и химикаты, и нефтепродукты. Чаще всего мы используем воду из кулеров, либо покупаем бутилированную воду. Однако превышение нормативов по микробиологическим показателям это самая большая проблема воды из данных источников. Ну, например, по кулерам мы сами должны понимать, это многооборотная тара, которая бывает у разных пользователей. Естественно, она загрязняется. В таре начинают размножаться бактерии, ну а дальше они попадают в кулер и уже навсегда там поселяются. Общество защиты прав потребителей Росконтроль постоянно проверяет качество воды из кулеров и из бутылок. И вы можете познакомиться. Все их исследования выложены абсолютно в свободное пользование. К сожалению, очень часто результаты шокируют. Образцы зачастую не соответствуют требованиям не только бутилированной, но бывает даже вода гораздо хуже, чем водопроводная. Ну и синегнойная палочка очень часто находится в этих источниках. Хочу сказать, что она попадает в воду в случае заражения источника воды фекально-бытовыми источными водами. Сейчас с наступлением холодов мы можем видеть поднимающийся порог в случае, если наблюдается прорыв канализационных труб или водопроводных, которые, как правило, проходят параллельно. Так мы экономим и находятся в одной траншее. Сегодня известно, что ряд микробов выживает при температуре более 100 градусов, поэтому кипячение не улучшает, а зачастую усугубляет ситуацию. Ну и еще один миф. Может быть, мы думаем, что воду в бутылках не хлорируют, однако экспертиза показала, что в воде находится хлороформ. Больше всего меня ужасает маркировка «Детская вода». Вода в бутылках нам дорого обходится и в плане денег. Специалисты говорят, что мы больше платим за тару, чем за воду. И в плане нашего здоровья. Чувство безопасности. Наверное, это то, что мы сегодня стали ценить превыше всего. Кроме этого, экономия денег, экономия нашего времени. Нам не нужно покупать воду. Вот что такое система очистки воды от компании «Цептор». Мы используем самые высокие технологии для того, чтобы вода была не просто безопасной, но еще и очень вкусной и даже полезной. Приобретение продукции «Цептор» – это всегда инвестиция. Это инвестиция в ваше здоровье, в вашу красоту, активность и долголетие. Системы от компании «Цептор» – это высокая производительность, прекрасный стильный дизайн, который впишется в любую кухню. Это сервисное обслуживание систем на весь период эксплуатации, а первые системы у нас служат уже около 20 лет. Благодаря системам очистки воды от компании «Цептор» вы сможете иметь источник чистой, полезной воды, которую подарила нам сама природа.